Всем привет дорогие друзья! Это канал Technobar Plus и сегодня у нас очень крутая распаковка моего нового смартфона от компании Samsung, а именно модель Samsung Galaxy S21 Ultra. Да, друзья, это флагман компании Samsung. На данный момент я не беру во внимание сгибающиеся всякие флагманы, которые нужны узкому кругу людей. И, собственно, это является флагманом на данный момент. S22 пока еще не вышел, поэтому, друзья, будем распаковывать сегодня флагман крутой. Друзья, кратко давайте по распаковке, а потом немножечко по характеристикам. Сегодня у нас распаковка, первое впечатление, первое знакомство со смартфоном. Это не обзор, друзья. Все тесты, все обзоры, все, скажем так, его испытания ждут еще впереди, а требовать я буду с него по-флагмански, так как цена его аж 34 тысячи гривен. В Комфе, кстати, можете его приобрести с официальной гарантией. И, внимание, друзья, сейчас вам могут очень интересные условия предложить в Комфе. Сейчас там пора скидок, кстати, друзья. Всем жителям Украины рекомендую этот магазин. Я себе приобрел этот смартфон в цвете Silver. Как вы можете видеть, буква S тут у меня вот такого цвета, как и корпус смартфона. Коробка. Ну, сказать, как... Вы знаете, друзья, у меня всегда такие коробки последних флагманов Samsung складывалось такое впечатление, что они как видеокассета. Там комплектация настолько скудная, что как есть, друзья. Но, тем не менее, спасибо очень одной хорошей компании на смартфон, который я снимаю, друзья. Вы понимаете, о какой компании я говорю. Это компания Apple. И, собственно, что по нашему смартфону. Собран он или выпущен 9 месяц 2021 года. То есть, сейчас у нас идет уже 11 месяц. А это выпущен смартфон 9. То есть, как бы свежий пирожок. По памяти я взял 12128. 128, друзья, ну, вы вообще можете себе представить? 12 гигабайт оперативки. У меня в компьютере столько оперативки нет. Здесь 12, друзья. И 128 гигабайт постоянной памяти. Давайте распечатывать черненькое. Вот самое интересное, что здесь, друзья, слева у нас Galaxy S21 Ultra 5G. Тут информация об непосредственно модели. Модель вот такого плана. Смотрите, сделан смартфон во Вьетнаме. Цвет Phantom Silver. Название компании Samsung. Открываем все это дело. Вот он наш красавчик. Коробка черная по фирменному. Тут еще идет дополнительный e-mail. Всегда удивлялся, зачем они эти e-mail. Скорее всего, это нужно для гарантийных каких-то случаев. Наш смартфон пока откладываем в сторонку. С такой пленочкой. Но это, друзья, транспортировочная. Я его не мог не проверить в магазине. Поэтому что нас встречает, друзья? Вот такая ванночка интересная. Но тут встречает всего лишь вот такой один конверт. Так, скрепка для извлечения сим-лотка. Здесь сим-лоток, насколько я помню, идет всего лишь на две наносим карты. Но проверим. Все, больше здесь, друзья, ничего нет. Это откладываем в сторонку. Итак, что же у нас в конвертике? А в конвертике у нас, друзья, сильно нас не побаловали. Тут пусто. И кроме... Открою со второй стороны, чтобы вы видели, что тут пусто. Тут всего лишь короткий пассивный корыстовача. И, я так понимаю, какой-то юзер гайд на английском языке, на украинском. И гарантийный талон. Тут, кстати, и на русском написано. Но так немножечко макулатурки, скрепочка, коробка и, собственно, вот такой кабель. Но, друзья, этот кабель, чем он хорош, давайте сразу я его распакую. Длина его на метр, даже больше, метр десять где-то. Кабель по качеству, ну, как вы понимаете, по-флагмански тут придраться не к чему. Сборка на высшем уровне. Черные коннекторы. Давно я не видел таких кабелей. Черные коннекторы. Кабель сам достаточно толстый и жесткий, друзья. Насколько он будет, не будет дубеть, я этого вам пока сказать не могу. Но этот кабель для быстрой зарядки. То есть, покупается блочок дополнительно. Ну, у меня он есть. С Type-C гнездом непосредственно в самом блочке. И, собственно, один вставляется в смартфон, другой в этот блочок. И для передачи информации, друзья. Высокоскоростная передача информации на борту. Пока, опять же, это все откладываем в сторонку. Давайте теперь распечатывать наш смартфон от пленок. Итак, друзья, ну, сразу же снимаем вот эту вот пленку. Так. Теперь снимаем одну пленку сзади. Да, цвет, конечно, бомба. Да, да, да. Цвет, пожалуй, самый красивый цвет смартфона, который я видел за последнее время. Кстати, друзья, есть еще пленка защитная на камерах. А камеры тут аж четыре, друзья. Есть лазерный автофокус, вспышка и четыре камеры. Да, вы посмотрите только на этого засранца. Какой же он крутой. Но, честно хочу вам сказать, друзья, я ожидал, что он будет гораздо тяжелее. Гораздо тяжелее. Это металл с стеклом, насколько я понимаю. Но я ожидал, что гораздо тяжелее смартфон будет. Вы видите, какие переливы. Но тут как бы сказать, что он серый. Перелив в розовый, розово-зеленый какой-то градиент, фиолетовый. То есть, интересно так меняет цвета. Конечно, друзья, сразу минус. Вот эти нюансы мне не нравятся. Эти сертификационные надписи. Название Samsung у нас идет блестящим. Оно тесненное название непосредственно уже. Вокруг него, я так понимаю, это шлифованное матовое стекло. Ну, как-то вот остается на нем какие-то отпечатки. Я не знаю, если так можно выразиться. Что насчет олеофобных свойств его я вам не готов сейчас ответить. Ну, в принципе, нормально. Олеофобочка хорошая. Блок камер, конечно, тут дико выпирает. Но, друзья, поверьте, поверьте, это того стоит. То, чтобы это все дело тут выпирало. Вы посмотрите только на него. Блок камер выпирает, ну, приблизительно где-то миллиметра на два. Со всех сторон. Но, вы посмотрите, тут переход какой. Непосредственно на бортик смартфона, на торец верхний. Вот так это все дело выглядит. И компания Samsung сказала, никак иначе. Флагманы 2021 года должны так выглядеть. Если я не прав, друзья, что это не 2021 года, поправьте меня в комментариях. Но, насколько я знаю, флагман 2021 года. И вот такой вот крутой набалдажник. Как на мой взгляд, это очень круто выглядит. Сама площадка. Сама площадка отличается по цвету непосредственно самого корпуса. И что хочу отметить, друзья. Смотрите. Естественно, тут модуль один перископический. Основной модуль и ультраширик. И еще один телевик. По-моему, два телевика, если мне не изменяет память. И основной модуль. Лазерный автофокус. Все это дело поближе. Я знаю, вы любите, когда посмотреть хочется поближе, чтобы понять, что там внутри. Но, как вы можете видеть, колодец очень серьезный. И я думаю, это неспроста. Буду тестировать, друзья, его очень-очень жестко. Да, смартфон крутой. Площадка, конечно, большая. Но, честно говоря, не такая большая, как выглядит на картинке. Я вам хочу сказать, что... И сказать, чтобы он там перевешивал в руке. Крутой. Я не люблю лопатофоны. Но, тем не менее, друзья, давайте вот сравним с тем же Realme. Да, Realme восьмым. Он меньше чуть-чуть. Что касательно толщины, конечно, Realme не такой эргономичен. Не настолько эргономичен, как Samsung. Да, я еще для него приобрету чехол. И как бы все будет в ажуре. И, собственно, еще, друзья, сразу же подмечаю, что наклеена пленочка с завода. Насколько я знаю, эта пленочка гидрогелевая. Вот специально она, конечно, собирает отпечатки пальцев. И я хочу сейчас проверить, как интересно она будет все-таки эти отпечатки убирать. Да, олеофобное покрытие на пленке классное. С этим вопросов нет. Теперь по описанию органов управления смартфона. Ну, во-первых, по правому бортику у нас кнопка включения-выключения, а также качелька регулировки громкости. Честно хочу сказать, друзья, нажимается жестко. Ну, интересно, ничего тут? Ага, есть такое дело. Слышите, да? То есть, не врали. Но в других обзорах блогеры. Да, действительно тарахтит. Но это тарахтит все, что связано с камерами. Что идет здесь, друзья? Вверху идут, я так понимаю, два микрофона. Один для шумоподавления, другой для записи. В отличие от айфонов, тут микрофона нет. Друзья, ну вот, честно вам хочу сказать, что вот этот аппарат, вот этот аппарат, вы понимаете? Если сравнивать его с тем же айфоном 13 Pro Max, либо 13 Pro, да, тот засранец тоже жутко красив. Но, тем не менее, друзья, у меня, к сожалению, нет возможности вам сравнить с 13 Pro. Но, если я его достану, 13 Pro iPhone, я обязательно сравню два смартфона лоб в лоб. К сожалению, пока такой возможности нет, но очень хотелось бы, друзья. Но, я вам хочу сказать, что этот смартфон выглядит солидней. И по возможностям он поинтереснее будет. Если у айфона своя какая-то экосистема, то тут, друзья, Android. И он намного круче, и намного проще, и намного кастомизированнее, я вам так скажу. По верхнему торцу, сказал уже, микрофоны, да. По левому торцу у нас идут всего лишь два для антенн выхода, пластиковые. И ничего более. Внизу у нас идут, опять же, две полосочки антенн. Напомню, что данный смартфон на процессоре Exynos 2100, если мне не изменяет память. А для американского рынка он выпускается на Snapdragon 3.8. Но, друзья, это тот самый случай, когда лучше пусть будет Exynos. Он более оптимизирован под возможности камеры. И, кстати, друзья, хочу сказать, что пока не забыл. Я этот смартфон буду обновлять, начиная с первых обновлений. Попробую, по крайней мере, так обновить. Сделать такой плавный поступенчатый апгрейд его. Поскольку в обновлениях каждом добавляли что-то новое. Сейчас, друзья, может какое-то, я не знаю, может какое-то обновление и есть, и будет на него. Но, хочу заметить тот нюанс, что, конечно же, лучше, лучше обновить поступенно. А не последнее обновление какое-то схватить и все. Поэтому и смартфон будет играть новыми красками, как говорится, по всей красе. Внизу есть у нас, опять же, слот для карт памяти, микрофон, Type-C, разъем и динамик. Друзья, вот этот нюанс. Хорошо, что сделали вот так. Кстати, где-то на пленочке там было нарисовано, что не вздумайте клацнуть. Типа, ну да, вот как-то так. То бишь, не вздумайте сюда вставить эджектор. А вставляете вот сюда. Да, если вы, кстати, сюда вставите, вы микрофон испортите однозначно. Итак, нас здесь встречает вот такой вот слот для двух нано-сим-карт. Ну, что я вам хочу сказать, друзья. То, что он металлизированный, это уже огромный лайк, друзья. Лайк, кстати, от вас и подписочка на канал. И маленький комментарий под этим видео. Есть уплотнительная резиночка, как вы можете видеть, дабы не попала влага. Ну и сам, в принципе, слотик достаточно удобный. Хочу отметить, друзья, что, к сожалению, расширить память у вас не получится. Поэтому сразу при подборе выбирайте, какая вам память необходима. 128 там, либо 512 гигабайт. Это уже по вашему выбору. Стереодинамики здесь, друзья, однозначно. Я вам хочу сказать, что еще буду испытывать сканер, который у нас в экране. Но это все впереди, друзья, в полном обзоре, в полных тестах. Я в него вставлю свои сим-карты, буду им пользоваться как основным. Вот этот вот красавчик, к сожалению, как основным я его использовать не буду. Это Redmi 10, поскольку есть свои негативные нюансы, друзья. Да, блин, какой же красивый экран. Я, естественно, уже включал его и, собственно, ввел уже все свои пароли сюда. Да, какой же красивый экран. Матрица тут выше... Да, вот здесь какое-то обновление, но мы на него обновляться не будем. Потому что такое обновление не нужно. Матрица выше пилотаж, друзья. Я вам хочу сказать... Так, попробуем вот это вот установить на экран блокировки. И хотелось бы, конечно, чтобы установить это не только на экран блокировки. А вот так вот. На главный экран. И посмотрим на всю красоту. Да, действительно, очень крутая матрица. Насыщенные цвета. Жаль, что тут не анимированная. А анимированная лишь при разблокировке, как вы можете видеть, друзья. Посмотрите, как. И матрица сразу видно шимит. Но, опять же, друзья. Насколько этот шим будет вреден? Посмотрим, посмотрим. Все, как говорится, будет изучаться на практике. Пока я впечатлен. И сразу же, друзья, смотрим. Насколько же тут все эти показатели выставлены? Входим в дисплей. Напомню, здесь матрица Super AMOLED. Разрешение ее, друзья, 3200 на 1440. Quad HD 6,8 дюйма. 120 Гц с поддержкой HDR10+. И покрыта эта вся красота всего лишь каким-нибудь Gorilla Glass Victus последнего поколения, друзья. Короче говоря, смартфон нафарширован по полной. Вот включаем Quad HD разрешение. И, собственно, плавность движений адаптивная. Адаптивная, то есть, изменяется от 10 Гц до 120 Гц. То есть, смартфон сам выбирает, когда это все дело. Включить, отключить и так далее. Напомню, что смартфон изначально из коробки у нас, друзья, работает под управлением Android 11. Версия One UI 3.1. Скоро должен прилететь, по идее, стабильный Android 12 сюда. Все это будет ожидаться и проверяться. Естественно, друзья, о всех нюансах я вам буду рассказывать. И что еще хотелось бы отметить, друзья. Задавайте свои вопросы под этим видосиком. Я обязательно на них отвечу. Какие возможно провести тесты. С чем сравнить, с какими смартфонами обязательно будет сравниваться с iPhone 12 однозначно, друзья. Ну, а это, собственно, была распаковка. И первое впечатление от смартфона Samsung Galaxy S21. Флагман 2021 года. S21 Ultra. На процессоре Exynos 2100. Кстати, друзья, еще кратенько. Здесь используется тип памяти LPDDR5. А также спецификация памяти UFS 3.1. То есть самые последние навороченные фенечки и фишки. Основной модуль здесь идет на 108 мегапикселей. Ультраширокий на 12 мегапикселей. Телеобъектив первый идет на 10 мегапикселей. И второй телевик идет у нас на 10 мегапикселей. Эквивалент 70 мм. 70-мм камеры объектива. Съемка максимум 8К. 24, по-моему, 30 кадров в секунду. 4К 60 кадров в секунду. Также поддерживается на оба объектива. И везде это все дело приправлено оптической и электронной стабилизацией. Как-то так, друзья. Заинтриговал? Ну, значит, встретимся в дальнейших видео. Как обычно на канале Техно Бар Плюс. Всех обнял.